Враги побеждены. Сегодня на уроке вы закончите изучение сказки Гоффмана, исследуете, как в повести сказки автор творит предчувствие чуда и как волшебный мир появляется. Отметите черты характера героев. Обратимся к словам Ганса Христиана Андерсена. Нет сказки причудливей, чем сама жизнь. Все мы знаем, что нужно быть добрым и чутким, помогать друг другу, защищать слабых, не лгать, верить в добро. Так и поступает герой сказки Щелкунчик. Взрослеем и понимаем, что волшебниками становимся мы сами, и чудо в наших руках. А теперь, ребята, проверьте себя, насколько вы были наблюдательными читателями. Выполните следующее задание. Как называется самое известное произведение Эрста Теодора Гоффмана? Как звали детей в сказке? Какого числа начинается действие в сказке? Чем была украшена елка? Какой сюрприз получили дети от крестного Дроссельмейра? Кем приходится Щелкунчик Дроссельмейру? В какое время началось мышинное нашествие? А теперь, ребята, проверьте себя. Сказка Гоффмана называется Щелкунчик и мышиный король. Главные герои – это Мари и Фритц. События происходят 24 декабря. Золотые и серебряные яблоки, обсахаренные орехи, пестрые конфеты и всякие сладости, сотни маленьких свечей – все это украшало новогоднюю елку. Замок и Щелкунчик – это подарок Дроссельмейра. Племянникам приходился Щелкунчик Дроссельмейру. В 12 часов началось мышинное нашествие. Предчувствие чуда – так можно описать события, о которых говорится в первых главах сказки. Это сидение детей в темной комнате, ожидание рождественского чуда – это подарки и елка, загадочный крестный, сказочная внешность и фантастические способности Дроссельмейра. Щелкунчик выглядит как живой, но после 12 часов происходит переход из реального времени в волшебный мир. Это другое пространство, другое время ночное, а не дневное, волшебное время. Часы отстукивают полночь, и тем самым начинается серия волшебных превращений. И игрушки оживают, обретают мир своих чувств и свой голос. Мари не попадает в другое пространство. Она оказывается в той же гостиной и все у того же стеклянного шкафа. Переход в волшебный мир сопровождается различными звуковыми эффектами. Это и барабанная дробь, стеклянные дверцы дрожат и дребезжат. Это и топот и ржание, и грохот пушек. И тут же пищали мыши и мышиный король, а потом снова раздавался грозный и могучий голос щекунчика, командовавшего сражением. Появляются в этих главах и несколько световых эффектов. Это тысячи крошечных огонечков мышиных глаз, а сверкающие семь корон на семи головах мышинного короля. Странное освещение внутри шкафа. Армия щекунчика вступает в битву с армией мышинного короля. У Гоффмана нет самого описания битвы, потому что на самом деле происходит волшебство. По мотивам сказки Гоффмана «Щелкунчик и мышиный король» созданы фильмы и мультфильмы. Существует много вариаций сказки Гоффмана «Щелкунчик и мышиный король». Можно увидеть сцены этой битвы, воплощенные фантазией их создателей. По законам волшебной сказки армия щелкунчика терпит поражение. Но это сражение не окончательное. Необходимо преодолеть трудные испытания, чтобы дойти до победного конца. Это волшебство и спасло щелкунчика. Он стал человеком и не мог не победить мышинного короля. Мари боялась мышинного короля, а он пользовался тем, что внушал страх Мари. Когда Мари поверила щелкунчику и победила свой страх, тогда зло было уничтожено. На жизненном и литературном опыте мы знаем, что то, как мы называем предмет, выражается наше отношение к нему. Предлагаю обратиться к таблице номер один, в которой выписаны слова о Мари и то, как говорят о ней автор, щелкунчик и другие персонажи. Автор. Маленькая Мари, добрая и послушная девочка, умненькая Мари, бедняжка Мари, невеста Дроссельмейра. Щелкунчик, прекрасная дама, бесценная мадемуазель Штальбаум, превосходная мадемуазель Штальбаум. И другие герои сказки. Глупышка, так о ней говорила мама. Лгунья, отец. Маленькая мечтательница, так говорили о ней многие персонажи сказок. Прирожденная принцесса Дроссельмейра. В таблице номер два указаны слова из текста, которыми называют автор Мари и другие персонажи щелкунчика. Автор. Замечательный человечек. Не очень складный, славный человечек. Добродушим светилось его лицо. Хорошенький человечек. Честный человечек. Верный, благородный щелкунчик. Маленький щелкунчик. Нарядный человечек. Честный человечек. Мари. Любимец, пригожий, но заколдованный племянник. Дроссельмейра. Такой потешный и такой добренький. Король в кукольном царстве. Уродец, дурак, так фриц отзывался о щелкунчике. Потешный человечек. Дроссельмейр. Государь. Так называли щелкунчика куклы. Счастливый дроссельмейр. Так щелкунчик говорил сам о себе. В борьбе против мышиного короля объединяются все. И фриц, и Мари, и, конечно же, щелкунчик. Этот человек принимает бой и побеждает мышиного короля. А после боя так представляет свою спасительницу Мари. Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достойного советника медицины и моя спасительница. Сказка заканчивается победой добра над злом. За самыми обыденными вещами может таиться волшебство. В любом привычном существует тысячи граней нового и неожиданного. Эта фраза из сказки помогает взглянуть вокруг себя чуть внимательней и представить обычные предметы по-новому. На этом наш урок, ребята, закончен. До новых встреч!